Всем привет, друзья! С вами Дмитрий, канал Обзоры Кубиков. Добро пожаловать на очередной обзорчик. И сегодня я вам хочу показать офигенные мини-фигурки, которые я получил, точнее купил у компании K-Town Bricks. Это достаточно новая компания. Тема вообще кастомных фигур как-то очень круто развивается. Компании, которые делают кастомную военную технику, да не только технику, кстати, и даже модульные дома, и кастомные фигурки. Все таких компаний все больше и больше. Ну, дай бог им успеха и процветания. Компания K-Town Bricks относительно новая. Ей еще и двух лет не исполнилось, насколько я понял. С владельцем я общался. Магазинчик находится в США. У них достаточно интересная линейка фигурок. Там и вьетнамская война, и война за независимость США, и Игра престолов. В общем, много чего прикольного. Я же заинтересовался линейкой фигурок по наполеоновским войнам. Давайте посмотрим, что я достал. Где моя вращающаяся подставка? Значит, фигурки по наполеоновским войнам я планирую делать в Атерлоо. И также 1814 год, когда русские солдаты заняли Париж. Давайте посмотрим, что же я прикупил у этого K-Town Bricks. Сразу скажу, что для того, чтобы сократить свои расходы, я купил только одну фигурку полноценную. Которая прям вот крутая, с ногами. Видите, там принты ботинок, вот правильные для того времени. Дальше у нас сюртук военный. Вот его крылья заходят на ноги сзади. Печать видна. Печать на ногах круговая. Печать же на торсике, только спереди, сзади. Мы видим, собственно, военный французский мундир 19 века. Рубашка. Не рубашка, она как-то по-другому называется. Не важно. В общем, складки одежды, пуговицы. В общем, все достаточно прикольно. Лицо вроде уникальное с усами. Ружье обычное леговское. И штык прикольный. Не всем тот, который я обычно использую. Мне больше нравится. Надо бы узнать, где они продаются. И купить себе тоже такие. Так вот, для того, чтобы сократить свои расходы, я достал только одну такую фигурку, которая вся такая пафосная. В основном же я докупил просто торсики. Вот такие у меня торсики. Раньше у меня... Так, это я уже нового поставил. Где у меня французы? Раньше у меня были, если вы помните, в моем мультфильме про Бородино, французы были вот в таких вот голубых-синих торсиках имперской армии. Ну, в общем, из наборов про пиратов. И также я еще использовал американские мундиры на войну за независимость. Они у меня выступали в роли французских. Ну, кстати, даже достаточно похоже. Все мундиры тогда были похожи. А если цветовая гамма совпадала, то вообще прям. Так вот, это, конечно, все прикольно, но не аутентично. Теперь же за счет торсиков от K-Town Bricks, я надеюсь, что вот с этими торсиками я их взял... Сколько у меня их? Ну, штук... Ааа, завалили. Короче, штук 20 у меня этих торсиков. В итоге получится, что... Что ж ты падаешь все время? Картину красивую меня нарушаешь. Короче, за счет новых торсиков, которых около 20 штук, в мультфильме про Ватерлоуа, ну и там, если еще что, буду снимать про взятие Парижа, первая там, первая-вторая линии должны у меня смотреться исторически аутентично, прикольно. Остальные фигурки пойдут уже фоном. Там, где массовые сцены. Но я думаю, что 20 торсиков мне должно хватить, чтобы в целом более-менее правдивую картину составить. Так, с французами и их торсиками все понятно. Очень прикольная фигурка, но одна. Остальные прикольные торсики, и их достаточно много. Дальше смотрим. Британский солдат тоже на XIX век, на наполеоновские войны. Солдат, который будет участвовать в Ватерлоу. Красные мундиры. У него такая же ситуация, что на торсике печать спереди и сзади. То есть не круговая. Однако ноги пропечатаны по кругу. Мы видим и полоски с боков, и военные ботинки по кругу. И также на ноги сзади заходит печать военного мундира. Также вот крылья расположены сзади. Мы все это видим. Ну и та же ситуация абсолютно. Для того, чтобы сократить свои расходы, я только одну фигурку достал, которая полностью сделана. Остальные у меня тоже порядка 20 торсиков. Таких вот красных. То есть из них я сделаю несколько линий исторически аутентичных британских фузельеров. Вот еще одна, только теперь она с белыми штанами. Вот, короче, такие британцы были. А раньше я в мультике использовал красные мундиры. Дайте, кого я там использовал? Раньше я использовал, ну, во-первых, вот такие вот, тоже опять имперские из пиратов. Плюс еще, конечно, у меня были британские мундиры, которые я использовал в войне за независимость США. Вот они тоже весьма неплохо будут смотреться задним фоном. То есть, опять, порядка 20 у меня будут исторически очень верных. И еще там штук 20 не очень аутентичных. Вот. Ну и с британцами, наверное, тоже завершили. Порядка 20 штук. Все, переходим теперь к последнему. Точнее, предпоследнему, но очень интересному. Значит, в моем мультфильме про Бородинскую битву я использовал в качестве русских солдат. Я брал зеленые леговские торсики, которые нашел. Кстати, был магазин такой, Kinder Mix, по-моему, назывался. Вот, короче, вот эти зеленые торсики в огромном количестве я купил именно там когда-то. Просто я почему вспомнил, что этот магазин вроде закрывается, все, не пережил конкуренции, вирусы и тому подобное. Но это такая эпохальная вещь, ладно, неважно. Короче, большое количество зеленых торсиков у меня было. И я сделал декали кастомные, из бумаги вырезал, приклеил. И таким боком вот у меня получились русские солдаты на Бородинскую битву на 1812 год. Теперь же у меня будет порядка 20 торсиков. У этого Кейтаунбрикса не было русского солдата целиком, поэтому продавались только торсики. И я себе достал порядка 20 таких вот профессиональных торсиков. Темно-зеленый мундир, там какой-то бушлат через плечо, перевесь. Ну, в общем, цветовая гамма отлично. Дальше дам белые штаны, подвинься, дам белые штаны, кивер. И я подозреваю, что Waterloo я буду делать в желтом цвете. То есть у меня есть какие-то мультфильмы, которые я стал делать в телесном. Бородино я делал в желтом. И я думаю, что Waterloo я тоже буду делать в желтом. То есть лица у меня будут желтые, как и руки, наверное. Так, значит, торсик русского солдата на Бородино от Кейтаунбрикс тоже посмотрели. Такой пакетик у меня с ними. Тоже придется руки выдирать, давать им желтые. Ну, это ладно, разберемся. И, соответственно, что получается, что я вам показал французского солдата и французские торсики. Показал британского солдата и британские торсики. Показал русские торсики. И последнее, что я достал от Кейтаунбрикс. Не знаю, честно говоря, даже зачем. Это чисто вот... Все, мечтаю когда-нибудь снять крестовые походы. И была офигенная вот такая вот фигурка. И не удержался. Это очень клевая, с качественными принтами, интересным рисунком. Здесь рисунок круговой. Мы видим, что кольчуга, дальше какая-то накидка, черная, белый крест, пояс, печать, ботинок этого рыцаря. Какой-то там госпитальер, что ли. В общем, очень крутая фигурка. Ну и я решил ее пока возьму, отложу на будущее. Когда-нибудь до крестовых походов я дойду. Но это правда не на первый. Я хочу снять про первый крестовый поход. А там вот как ни печально еще этих рыцарских орденов не было. Так что в любом случае она в первом крестовом походе участвовать не будет. Ну что, друзья, все. Показал я вам фигурки от ранее вообще неизвестной мне компании Кейтаунбрикс. Я бы про нее и раньше не знал. Но в комментариях к моему мультику как раз-то про войну с Наполеоном кто-то оставил комментарий, что посмотри, вот там теперь есть клевые фигурки русских солдат. Я посмотрел. Ну и вот в итоге закупился весьма так неплохо. Это все подготовка к мультфильму про Ватерлоо и про взятие Парижа русскими войсками. Фигурки, надеюсь, вам понравились. Ну, главное, что они мне понравились. А вы, я надеюсь, понравились вам, наверное, а вам, надеюсь, эти фигурки понравятся уже в мультфильме. Ну, а здесь можете писать просто ваши комментарии, как, что, чего, зачем и может быть даже почему. Ну и на этих вопросах, наверное, мы остановимся. Всех вам благ, всего хорошего и до новых встреч на канале. Всем удачи, счастливо, пока.